Друзья, всем привет! С вами Алексей, канал Мигрант Медиа. В последнее время у нас появилось несколько хейтеров, которые утверждают, что кейсы, которые мы помогаем им сделать, они являются полностью состоящими из воды, нерабочими. То, что с этими кейсами нельзя получить статус осавлум в миграционном лагере. Игорь, можете прокомментировать это? Да, конечно. Тем более, что я имею непосредственное отношение к помощи в подготовке кейсов. Поэтому я готов пояснить, что к чему и как. Вы знаете, уважаемые друзья, что речь идет о подготовке истории, которые являются основой кейса. По сути дела, статус беженца в Соединенных Штатах могут получить люди, которые подвергаются преследованиям, или имеют обоснованные опасения, что будут подвергаться преследованиям в ближайшем будущем. Вот, собственно, эти моменты и должны быть отражены в той истории, которая подается в миграционную службу. Собственно, еще хочу подчеркнуть, что мы сами кейсы не пишем. Мы готовим, мы помогаем подготовить тех, кто нас об этом просит. То бишь, я могу долго с человеком разговаривать, я могу задавать ему наводящие вопросы, вытягивать информацию, рекомендовать, что стоит включить, что не стоит включить. Но подчеркиваю, что окончательный вариант, то, что человек подает в миграционную службу, это его кейс и его ответственность. Ну, это вступление, теперь я скажу, что такое, на мой взгляд, что такое кейс. Речь идет об истории человека, который он подает в миграционные власти Соединенных Штатов, и где описана ситуация, которая довела его до необходимости искать убежища. У американцев есть определенные требования, и не только требования, но и некие там, в общем-то, дегласные правила, как эти тести должны быть написаны, как эти истории должны быть написаны, что там должно быть, что не должно быть. Я вот при работе с нашими, ну, назовусь, с нашими клиентами, зачастую сталкиваюсь с тем, что люди хотят туда напихать всевозможных там случаев из жизни, совершенно не относящихся к делу. Значит, я стараюсь от этого дела их отговорить. Есть прямо противоположная ситуация, когда люди стараются избавиться от каких-то, на их взгляд, коробящих их обстоятельств, которые с ними в жизни случились, и которые являются одним из оснований для написания кейса, по каким-то непонятным для меня причинам. Ну, зачастую это относится к каким-то религиозным моментам. Вот. Ну, бывает там и стеснительности, бывает и скромности. С этим я, здесь я тоже пытаюсь людям объяснить, что быть должно, что нет. Ну, собственно, основаниями для получения гражданства, для получения статуса беженца в Соединенных Штатах, их, собственно говоря, всего три. Это религиозные убеждения, национальность и политические убеждения. Есть еще четвертое основание, по которому, в общем-то, тоже можно получить убежище, так называемая принадлежность к определенной социальной группе. Вот. Наиболее яркая социальная группа, которая чаще всего получает убежище, ну, которое в странах бывшего Советского Союза достаточно редко. Это, ну, лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот. ЛГБТ, так называемые. Вот. Но таких немного, вот. И к ним относятся, ну, с всяким подозрением. Так что остается три основания, вот. О них мы сейчас и будем говорить. Вот. Первое, что американцы, американские миграционные офицеры будут выяснять, что для них и будет являться самым важным, особенно при первых контактах, насколько обоснован личный страх у просителя. То есть, насколько он боится. Вот. Здесь даже не очень важно, какова реальная опасность. Гораздо более важно, какое воздействие это оказывает на человека. Вот. Поэтому кейс, который пишется, история, которая пишется, она должна ярко показывать страх человека, который просит убежище. Нормальная структура, ну, нормальная структура, которая хорошо воспринимается американцами, ну, и не только американцами, любым человеком, вот. Она такова. Должно быть некое вступление, вступительная часть, в которой написана общая обстановка в том месте, откуда человек бежит, в той стране. То есть, чтобы ваш собеседник, миграционный офицер или миграционный судья, чтобы он понимал, что происходит там, откуда вы прибыли. Чтобы он видел общую картинку. Второй момент. Это описательная часть. В описательной части должны быть указаны, должны быть приведены конкретные эпизоды, конкретные случаи, которые произошли с соискателем, с просителем. Там не должно быть общих слов, что меня преследовали, меня избивали, меня запугивали. Там должно быть конкретика. Должно быть место, время, четкое описание ситуации, описание имена, фамилии, отчества, действующих лиц. И, собственно, чем больше приведено таких случаев, конкретных, тем более убедительен кейс. И четвертая часть кейса – это, собственно говоря, заключение. Здесь необходимо рассказать, что сорвало у вас с места. Какое обстоятельство заставило вас бросить все на родине, бежать в чужую страну и просить убежище. И еще раз повторюсь, все то, что написано в кейсе, должно четко показывать, что вы боитесь и боитесь вернуться обратно, что вам страшно. Только это является для американцев убедительным. Многие пытаются включить в кейс, стараются включить в кейс, экономические трудности всевозможные. Рассказывают, вот они пытаются рассказать или вписать в кейс, что вот у нас дома нет работы, вот нам не хватает денег, вот мне помешали вести бизнес. Вот это и есть как раз та самая настоящая вода, с которой я борюсь. Не является это никаким основанием для предоставления убежища. Даже ведение боевых действий в стране – это тоже не есть основанием. Настоящим основанием является конкретная опасность, которая грозит конкретному соискателю. То есть, если ведутся боевые действия, нужно объяснить, нужно во вступительной части показать, что происходит, как они ведутся, где они ведутся, кем они ведутся. В описательной части показать, как это отразилось на конкретном заявителе, чем это грозит лично ему, что происходило лично с ним и с его семьей. И в заключительной части описать тот случай, который заставил вас бояться, то, что если вы останетесь дальше, что с вами случится что-то нехорошее. Вот это является хорошим рабочим проходным кейсом. Очень много, очень часто люди стараются напихать туда то, чего не надо. Например, всевозможные конфликты с дорожной полицией, какие-нибудь обиды на неоказание медицинской помощи и так далее. Вот поверьте мне, вот это все лишнее. Это все лишнее, неубедительное, совершенно не нужно. И еще один очень важный момент. Опять-таки, хочу сказать, заранее предупредить всех вас, тех, если кто-то из вас будет к нам обращаться, я буду это повторять неоднократно. Я говорю это всем, с кем мы работаем, что написанный кейс – это не есть ваш пропуск в гражданство Соединенных Штатов. Это даже не какой-то строгий документ. Собственно, решения иммиграционными властями принимаются на основании личного собеседования. Вы в личном общении должны рассказать и рассказать таким образом, чтобы иммиграционные власти США поняли, что вам действительно грозит реальная опасность, и вы реально боитесь вернуться к себе на родину. Не написанный кейс, не написанный документ, а интервью. И в свете вышесказанного, то, что мы с вами совместно, я вот скажу так, мы совместно пишем, это является, собственно говоря, шпаргалкой для подготовки вашего к интервью. Так что относитесь к этому именно таким образом. Не воспринимайте написанный кейс как пропуск, не воспринимайте как строгий документ. Строгий документ, который идет в дело дальше, который реально важен, это форма Ай-589. Это немножечко другое. Но история, которая входит в состав кейса, документ не строгий. Это ваши воспоминания о вашей жизни. Здесь вы обосновываете, вы рассказываете, откуда вы бежите, почему вы бежите, и что вас к этому сподвигло. Вы можете ее дополнять, вы можете вспоминать что-то, что, может быть, вы при написании не вспомнили, и вы расскажете об этом на интервью. Не стоит относиться к этому, как к чему-то незыблемому. Это не более чем ашпаргалка для того, чтобы привести ваши мысли в порядок. Спасибо. Спасибо, Игорь. Такой еще вопрос. Зачастую люди говорят, что мы можем приехать и без кейса пройти. Какой шанс у человека пройти? Практически нулевой. Без кейса. Нет, но бывают, конечно, чудеса. Это огромный риск. Говорят, раз в год, и палка стреляет. Наверное, такой тоже бывает. Но практически это нереально. То есть без подготовки пройти совершенно невозможно. Здесь есть очень много всевозможных тонкостей. Человек может быть до смерти напуган. Человек может пройти через войну, через пытки, через чего угодно. Если он неграмотно составит документы, неграмотно сложит их в папку, в конце концов, забудет сделать там нужную ремарку, там нужный перевод. С ним просто никто не будет цацкаться. Иммиграционные власти – это люди. И они люди занятые. Соискателей много. И они рассматривают дела, которые им подают. И, естественно, первоочередные шансы имеют те, у кого эти дела в порядке. А те, у кого дела в беспорядке, ну, чисто простая психологическая причина. Вот копаться в вашем бардаке никому не хочется. Тем более, что иммиграционные власти – это обычные чиновники, которые работают за обычную зарплату. Зачем им напрягаться лишний раз и раскапывать то, что, собственно, у вас не готово. Если им проще рассмотреть три готовых, хорошо составленных кейса, без лишних напряжений понять, о чем идет речь, и, скорее всего, именно эти люди, у кого все в порядке, скорее всего, именно они получат разрешение на убежище. Даже просто психологический ход, что из чувства благодарности, что они не заставили чиновника лишний раз напрячься. Того же, кто заставит напрягаться чиновника, я думаю, что чиновник отомстит. И это не сознательно, это подсознательный эффект. Вот прошу меня понять. Вот мое вот такое личное мнение и мое глубокое убеждение. Поэтому я вас призываю, если вы реально хотите получить убежище, готовьтесь к этому, готовьте документы, готовьте кейсы. И самое главное, готовьте свои мозги. Потому что, в первую очередь, не кейс, не история, даже не форма Ай-589 вас проводит в Соединенные Штаты. Ваше собеседование, ваши мозги, ваши ответы. Вот как-то так. Спасибо, Игорь. Друзья, обращайтесь к нам, и мы вам поможем с эмиграцией.